А как же Чебурашка? И со всех сторон слышно, расскажите про эволюцию Чебурашки. Что характерно, Чебурашки неоднократно возникали эволюционно в разных вариантах. Главная фишка Чебурашки в том, что он маленький, глазастый и с огромными ушами. По крайней мере в классическом исполнении. Японские Чебурашки бывают неправильные, безухие, но это неправильные японские Чебурашки. Правильная Чебурашка с очень большими ушами. Большую ухость возникала по разным поводам неоднократно. Ну, очевидно, слоны, но слон это не Чебурашка, слишком велик. Всякие зайчики-попрыгайчики, тоже ушки возникали большие. Лисички-феники, ну и у зайцев, и у феников, это теплорегуляция, отдача температуры. И у некоторых приматов бывают довольно-таки крупные уши. Ну, некоторые тонкотелые, восточно-азиатские обезьяны, у них довольно-таки лопоухие ушки. У лемуров бывают довольно-таки крупные. Ну, моя любимая руконожка, она, в общем, довольно-таки с немаленькими ушами. Ну, а если чуть подальше, как бы, от приматов, у рукокрылых, там вообще огромные бывают уши, ну, какой-нибудь ушан, как бы, да, не просто так называется. Ну, понятно, что все это от Чебурашки довольно-таки далеко, но наводит на мысли, как могут возникнуть такие гипертрофированные, огромные уши. В случаях с небольшими животными есть две главные функции. Либо это слух, либо это терморегуляция. Насколько мы видим по Чебурашке, ну, такому образцово-показательному, ну, со слухом вряд ли, потому что, ну, как-то не следует из текста, что он как-то особенно хорошо слышит, если честно. И, ну, такие локаторы для слуха как-то мало, наверное, пригодны, тем более, что образцово-чебурашки, уши, они мягкие, они же плюшевые такие, толстенькие, и резонировать они, ну, и как-то там передавать звук, наверное, будут не очень, честно говоря. Ну, не уверен, вот, может, там внутри они какие-то с воздушными камерами, но это вряд ли. Ну, вот, а вот терморегуляция, это да. Причем, что приятно, когда уши большие и пушистые, они будут терморегуляцию проводить в обе стороны, а это вообще здорово. Потому что, ежели, допустим, очень жарко, вот, а мы знаем, что он из тропической страны, то с помощью вот этих больших локаторов можно отдавать лишнее тепло. Ну, как, собственно, у многих и лемуров, и тех же феников, и каких-нибудь там прыгунчиков, и там, бог знает кого еще, там, ушастых ежей, да, там где-нибудь в Туркмении. Это происходит. То есть, большие плоскости с кучей кровеносных сосудов и передней своей стороной можно это тепло отправлять вовне, да, из организма отдавать и самому остывать. Красота. Но для маленького существа, а чебурашка не велик, даже в тропиках существуют проблемы и замерзания тоже. Но все-таки оценка кончился. Мы в ледниковом периоде, в общем-то, живем, ну, в межледникове, но это так все равно. И поэтому даже в тропиках ночью температура может падать, ну, может, и не до нуля, но там, если плюс 10, да, можно дуба дать. Когда маленький зверек, он довольно быстро остывает. Ну, а будучи тропическим зверьком и питающимся фруктами, а мы знаем, что он апельсинами питается, на апельсинах далеко не уедешь, много жира не нарастишь. Вот. И он, конечно, такой, как бы, выглядит-то пухленьким, но на самом деле жировых запасов там нет. И они противопоказаны, опять же, в тропиках, потому что днем-то температура большая, поэтому, если он будет жирный, он просто испечется в собственном соку. Будет неприятно. Поэтому лучше как-то согреваться не жиром. Метаболизма большого развития он не может. Ну, и судя по тому, что он в ящике доплыл откуда-то там из тропической страны до нас, до города Ленинграда, если я не ошибаюсь, это далеко. То есть, совершенно точно с метаболизмом там все очень печально, потому что иначе бы он помер там в этом ящике, сколько бы там этих апельсинов не было, значит, метаболизм очень низкий. Ежели метаболизм очень низкий, значит, он может очень хорошо, как бы, временно остывать. Но надо сохранять вот это небольшое количество тепла. А как его сохранять? Естественно, завернувшись в эти самые пушистые уши. Ну вот, и если вот этой передней стороной с расширенными капиллярами обернуться, а снаружи, как мы все знаем, там мех растет, ну и сам это он тоже довольно пушистенький, то получается шикарное совершенно такое тепловое одеяло, которое внутрь тепло излучает к телу, да, а наружу не отдает, потому что снаружи пушистый. И он может впасть таким образом в анабиоз. Ну, кстати, и домик у него тоже там небольшой, помнится, он там в какой-то телефонной будке жил. То есть там много места ему не надо, подвижность у него явно ограниченная, ну, как бы, далеко он не передвигается. Ну, судя по тому, что он жил в телефонной будке, то это животное, живущее в дуплах. Ну, вот, ну, уши можно там сворачивать в трубочку, допустим, да, ну, когда они, допустим, не особо нужны. А в нужный момент он ложится в дуплело и заворачивается, ну, как тенреки делают какие-нибудь, да, ну, доманы на что-то подобное тоже способные. И вот он там скукоживается, ну, у доманов там уши не шибко большие, даже маленькие, прям, скажем, у тенреков тоже не очень велики. Ну, так чебурошка-то же продвинутое существо. Ну, вот, и, соответственно, вот он заворачивается, превращается в такой пушистый шарик, тихомирно лежит. Вот, так что мы довольно много знаем о чебурашках, то, что это зверь тропический, с невысоким обменом веществ, с хорошей теплорегуляцией, на самом деле. Ну, вот, это такая особая версия теплорегуляции, когда она продвинутая на основе пониженной. Это здорово. Это позволяет ему быть фруктоядным, питаться, ну, фактически фруктовым соком, да, где калории-то, прям, скажем, небогатая мечта вегана. Ну, вот, и при этом еще оставаться разумным, маломальски. Ну, может, там не запредельно, но так довольно, чтобы кирпичи, класс, его хватает. Вот, так что чебурашка довольно продвинутое существо. И в условиях, скажем, экологического кризиса и каких-то там преобразований экосистемы, когда все плохо и ресурсов становится все меньше, именно такие-то и выживут. Поэтому, когда будет коллапс цивилизации и все крупные существа будут вымирать, чебурашки сохранятся и дадут следующую цивилизацию. Но это не точно. Есть такая вид деятельности нажимания, кнопочки подписки, нажимания колокольчика и нажимания лайков. Это тоже не встречалось в прошлом. Ну, в таком исполнении, по крайней мере, можете освоивать новую эволюционную стратегию. Она приведет к успеху. Ну, меня наверняка, а может быть и вас тоже. Зовите всех соратников, соперников, пишите комментарии, делитесь впечатлениями. И тогда наша эволюция пойдет дальше семимильными шагами. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok